Вашему вниманию мы представляем серию бесед с известными жителями Калыванского района Новосибирской области об экономике района 70-80-е годы прошлого века. Это видеодокументы о социалистической экономике в СССР. Пожалуйста, напишите отзыв после просмотра фильма в комментариях. Спасибо. В общем, жизнь, как говорится, жили и не тужили. Шли люди на работу веселые, потому что знали, что они обеспечены работой. И шли с работы веселые, и после работы все шли веселые. Не так, как вот в последнее время, когда у нас вот этот социализм кончился. Идут люди, нос повесили и думают, будущее будет завтра, будет работа завтра или не будет, или в нот под зад. Он как-то организовал, и областное управление его поддержало, выдали фонды, и пошла стройка. Не то, что там один дом, а сразу закладывали вот несколько штук, и целое лето строили, и к осени уже готовые квартиры были. Это Донкаев, Сергей. Они только свадьбу сыграли, его в армию взяли. Приезжает в отпуск, когда в армию был, в отпуск приехал. Значит, жить-то негде будет, он же придет из армии. Молодая семья написал заявление на квартиру. Это уже я очевидцем был. Пришел из армии, ему сразу предоставили квартиру. Сразу предоставили, а? Иван Анатольевич, что бы Вы пожелали будущей молодежи? Те, которые сегодня... Я бы что пожелал? Я бы что пожелал? Прийти к социализму, вот я что пожелал. И молодежи, и всему народу. Сейчас народ-то уже нос-то опустил. Иван Анатольевич, молодец. Выглядим хорошо, замечательно. Не, в такие годы... В 91-м году жизни. 92-й. В 92-м году жизни. Да, здесь. Иван Анатольевич, приближается столетие Колыванского комсомола. В январе 2020 года будет 100 лет Колыванскому комсомолу. В сентябре этого года, 2019 года, будет 95-летие Колыванского района. В 2022 году будет 300-летие села Скалы. Вот сколько значимых событий нас ожидает впереди. Вы сегодня уже являетесь старожилом и скалы, и старожилом комсомола, ветераном комсомола, ветераном партии, ветераном труда, производства. Вы немалую часть жизни отдали скале. Скажите, пожалуйста, вот. Вы родились в селе Калугино, напротив пристань Почты. Учились в нашем районе в школе. В школе. Во Вьюнак учился. Я там окончил 9 классов в 45-м году. И куда потом? Я хочу сказать, я окончил в 45-м году 9 классов, а в 46-м я поступил в авиационный Новосибирский авиационный техникум. Дали общежитие, значит, дали стипендию. Я помню, 200 рублей была стипендия. Вот. На эту стипендию я жил, отца не было. Мать считает, что нигде не работала. Работать что-то тут, туго было с работой. И я жил, вот, 4 года учился. Вот. Я не успел еще получить диплом, а мне уже на заводе Месчкала уже дали работу. Значит. И когда окончил, пришел, сразу мне место дали, и сразу дали мне общежитие. Новенькое общежитие только построили. Вы помните, были финские дома, это 4-квартирные. Вот такому общежитие дали работу. От завода? От завода, конечно, сразу. Только диплом получил и работал. Вот это о чем говорит? Это, опять же, говорит об отношении к молодым людям, к молодым специалистам. Вот именно. И вообще, люди, как говорится, правительство старалось как-то устроить будет. А сейчас получает диплом, высшее образование, завороты выталкивает институт, иди ищи работу. А он с этим диплом не может не делать и работать. Придет на завод. А у тебя нету стажа работы. Откуда стаж работы, когда он только получил диплом? Вот в Голуване я забыл, кого-то встретил. Чего ходишь? Да вот окончил агрономический техникум. Хожу, ищу работу. Приду. О, да ты еще стаж работы не имеешь. Так откуда, если сразу после института, откуда стаж-то работал? Пошел работать на завод Чкалова. Там полгода поработал, и меня призвали в армию. В армии пробыл, в советской армии пробыл. Три года. Три года. И получил звание младшего техника лейтенанта и вернулся в запас. И после этого поступил на завод номер 23. И вот как же так судьба-то сложилась, что имея специальность по самолетам, закончил, и вдруг всю жизнь посвятил селу и сельскому хозяйству, можно сказать. Потому что это был пленум ЦК КПС в 1953 году, в сентябре месяце. Так он называется, сентябрьский пленум. И меня, значит, направили в Томскую область завода номер 23, в Томскую область, направили в областное управление сельского хозяйства. Я попал в Шигарский район, село Гусево. Значит, старшим механиком по механизации животноводческих помещений. Там я, значит, был комсомольцем, туда поступил, вот, и в 58-м году окончил эту самую жизнь. Меня приняли в КПСС. Ну вот, прежде чем принять в КПСС, у меня в руках два документа. Один документ характеристика на членов ЛКСМ товарища Геляева Ивана Антоновича. Вот я покажу ее на камеру, прям, эту характеристику. И второй документ, это мандат номер 61, делегат 8-й Томской областной конференции ВЛКСМ от Шигарской комсомольской организации. Вот мандат. Видно, все зафиксировано, да, хорошо. Вот, значит, в характеристике говорится, за время пребывания в комсомольской организации показал себя дисциплинированным комсомольцем. К комсомольским поручениям относился добросовестно, взысканий не имеет. В настоящее время избран членом комитета комсомольской организации Гусевской МТС. Секретарь Шигарского райкома Волксен Синицарев был. Вот, Иван Антонович, расскажите, как тогда проходила жизнь молодежи, вот, комсомола? Ну, комсомол, я там и был секретарем комсомольской организации. Жизнь проходила так, как-то, значит, выходили мы на лыжах, на эти, на прогулки, занимались, значит, волетболом занимались, и все принимали участие, значит, организовали, вернее, значит, волейбойную команду при МТС была такая, играли в волетбол. Ну, значит, и решали производственные вопросы. Без нас тоже это не происходило. То есть, вот, роль молодежи в производственном процессе была? Была, да, и при том, значит, роль была, как говорится, большая. Были все дисциплинированные комсомольцы, не было там таких, значит, которые занимались, нарушали дисциплину. Собрания проходили четко, каждый месяц у нас, дисциплина была. Ну, а какие вопросы ты бы рассматриваешь на собраниях? Говорите, регулярно проходили. Ну, вот, значит, это самое, как отдыхать, как отдыхать, как, значит, как работать, тоже спрашивали, вот. Ну, в основном, как отдыхать занимались. То есть, свободный досуг молодежи, организация свободного досуга молодежи, что немаловажно вообще для молодого поколения, для людей в общем, и в частности для молодежи. Мы играли и в городки, организовали игры, значит, в городки, вот, в волейбол играли. И вот, зимой на лыжах, лыжные вылазки были всегда. Понятно. Иван Анатольевич, сколько лет вы прожили вот здесь, в скале, у нас? Ну, в скале я 66-го года, считайте, уже, наверное, это, если, где-то, чтобы не соврать, где-то, наверное, 50 уже с лишним лет я здесь. Я сюда приехал, оттуда уволился. В последнее время я работал секретарем порткома колхоза «Рассвет» в село Гусево. Значит, около трех лет я проработал и по своему собственному желанию решил переехать в скалу. Здесь у меня мать пожилая жила. Вот я здесь нахожусь до сих пор. Вот. Прошел проект. Какой вы, что, предстала перед вами скала в то время? Ну, скала передо мной предстала мрачная, конечно. Во-первых, я с вами приехал, квартиры не было. Вот. Жил я на квартире, потом купил небольшую такую хотенку. За 400 рублей, помню. И потом уже в 80-м году мне дали квартиру, когда в сельхозтехнике работал, дали квартиру в 80-м году. Новую квартиру дали. И в тот период дали новую квартиру, когда строилась активно, очень расширялась сельхозтехника. Да, да. Здесь вообще стройка шла большая. Вот 60 лет СССР, это новая улица совершенно. Новая тоже была продленная. 40 лет победы, новая улица. Молодежная улица новая. И сейчас... Улица Весенья теперь называется, заворот за молодежью. Да, потом появилась улица Весенья. Ну и кроме этого, в самой деревне шла стройка такая, как говорится. А какая была, в то время, вот вы приехали в 66-м году, какая была сельхозтехника? То, что стало потом, это ведь была большая разница, стало небо и земля. Заходили в резиновых тапогах на территорию сельхозтехники. Там в основном, значит, занимались ремонтом докторов. Но я, значит, поступил в СМУ сельхозтехнику, в областную. СМУ сельхозтехнику, тоже по механизации животноводческих помещений. После я перешел, значит, уже в сельхозтехнику. Сначала тоже инженером по техническому обслуживанию животноводства. А потом меня перевели начальником по внедрению новостей. Нет, я хочу вернуться, Иван Антонович, к заданному мне ранее вопросу. Нас интересует сегодня, какая была сельхозтехника в то время. Сколько было цехов в нее? Много было, мало помещений? Цех один был. Значит, МТС там один был. Цех, где шел ремонт докторов. Вот и все. И других ничего не было? Нет, не было. Там кочегарка была, правда, такая. И, по сути, на ваших глазах шло расширение сельхозтехнику, наращивание производственных мощностей. Появились такие цеха, как цех по ремонту силосуборчных комбайнов, измельчающих аппаратов. Появился цех, модульный цех. По ремонту двигателей появился цех. К-700 ремонтировали и коробки. К-700 ремонтировали специальный цех. Я помню, ребята хорошие были. Герб был слесарем потом, ой, второго забыл. Рябцев Николай Николаевич. Рябцев это, он шоферил. Были, значит, техобслуживания сделаны. Организовано было техобслуживание в этом МТСе. Обслуживали в основном К-700, кировцы. Не в МТСе, СТО, будем говорить. А, СТО, да. МТС ушло в прошлое. Да, СТО было, где бригады были закреплены за колхозами, за совхозами. Находилось на территории того времени 13 колхозов совхозов было всего. Наша бригада ездила, были каждой бригаде, каждому колхозу была закрепленная бригада. Эти слесаря выезжали и там проводили техобслуживание. В основном К-700. Иван Анатольевич, но вы еще и были инженером по внедрению новой техники. Да, я последний, я где-то последние лет 8 работал инженером по внедрению техники. Вот расскажите, как этот процесс происходил у вас? Как вы занимались? Откуда были заявки на поставку новой техники или как? Значит, новая техника поступала по заявкам. Заявку делали управление сельского хозяйства, заявку делали. На технику. Техника шла бесплатно. Значит, трактора, где-то если шли в колхоз, то у них, значит, часть стоимости банк государств давал государству. А это за счет этого сельского техники они получали. А если идет промышленность, трактор, то оплачивали хозяйство, куда шло, полностью оплачивали трактора. А для сельского хозяйства было, как говорится, льготы, можно так сказать, чтобы поменьше денег можно было получить. Скажите, а какая техника шла? Ну, шла, шли тогда в основном комбайны. Сибиряк шел, Нива шла. И потом еще шли с Танганрога. А, это и с Танганрога. Да, шел, комбайн из Танганрога, я марку что-то забыл, он не сильно был нужен здесь. Но работа по внедрению новой техники, это в основном я следил за техническим состоянием гарантийного срока. Каждый завод давал гарантийный срок. Например, трактору, значит, год, но также комбайну год. И вот моя работа была, следить за состоянием этой техники и как они эксплуатируются. Кто нарушал, значит, про это самое техобслуживание, трактор получал, значит, поломки, то я составлял акт вместе с управлением сельского хозяйства и отсылал на завод. Завод уже давал телеграмму, чтобы везли туда, если за счет хозяйства, так и пишу, за счет хозяйства. Если за счет завода, за счет завода это ремонтировали. Вот эти вот все гарантийные техники, вся работала. Вот. И еще у нас характерно было так, что у нас в сельхозтехнике было освоено узлы. Например, в Машково трактора полностью ремонтировали. Вот в Искотиме двигатели ремонтировали, в Куйбышеве ремонтировали автомашины. В общем, по всем районам было специфически такое. Специализация была. Специализация. Хозяйство привозили, надо трактор отремонтировать. Хозяйство привозили, значит, на территорию МТС трактор. Значит, а те из Машково приезжали и забирали трактор. Увозили, отремонтируют и готовинки привозили в сельхозтехнику. Это было очень хорошо. Ну и что, много было таких случаев, что появление какого-то нерадиового механизатора выходила техника из строя? Были такие. У меня сколько было случаев. Однажды, как такой случай был, в Боярку здесь отремонтировали двигатель. Вечером неохотно тракториста начала здесь. Залил отработки в двигателе и поехал. Туда приехал и все, вышел двигатель из строя. А ему хотя давали гарантийный срок. Так как раз инженер был по этой, как они назывались тогда, Южиков. Я говорю, Александр Петрович, подойдите сюда, к двигателю, посмотрите, что вытащил щуп. А с него не масло бежит, а кусок грязи бежит. Вот так и было, и сколько было. Было много таких нарушений, что за техникой в колхозах не очень-то смотрели. Потому что инженеру некогда было. А надо было проводить там техуходы. Первый, второй, третий, четвертый техуход проводить. Тогда будет техника работать нормально. А вот такие вот нарушения... Ну вот, скажем, при сельхозтехнике было создано СТО по обслуживанию К-700. Вот нареканий в их адресах мы как-то не услышали. Нет, нареканий не было. Ребята все были отличные, все ответственные. А что вот за другой техникой было отдано на откуп самим механизаторам, и они вот так относились нерадиво, раз вот вы говорите, что выходила из строя техника. Было такое, значит... Но эти ребята, которые... Они же обслуживали только К-700. Ну да. Таких вот поломок по К-700 вообще не было. Таких серьезных не было. Вот это... В общем, работали все серьезные ребята и все справлялись с этой работой. Иван Анатонович, вы сюда уже приехали, уже как бы зрелым таким специалистом, и возглавляли здесь и партийную организацию. Молодежь как вот здесь работала, когда вы приехали? Вот вы же на ваших глазах, ребята, были молодыми, взрослели, мужали, становились классными специалистами. Как жила молодежь в сельхозтехнике в то время? И ведь с ростом объемов производства, с ростом сельхозтехники и рост коллектив, увеличилось число работающих. Да, увеличилось. Шли люди на работу, веселые, потому что знали, что они обеспечены работой. И шли с работы веселые, и после работы все шли веселые. Не так, как вот в последнее время, когда у нас вот этот социализм кончился. Идут люди, нос повесили и думают, будущее будет завтра, будет работа завтра или не будет, или внутрь под зад. У нас уже были такие случаи, что, когда вот эта власть началась, начали начальники, он, перо, в задницу и лети. Или он, как говорится, под зад, и он за ворот. И людей не стали ценить, совершенно не стали ценить. В то время людей ценили, и как-то собрания проходили, и благодарили, и почетные грамоты давали. И отправляли, на курорты отправляли, и в Чехословакию, и в прибалтийские страны отправляли. И даже, по-моему, даже в Германию отправляли людей отдыхать. Иван Кузьмин, вы вели очень активный образ жизни. Я очень активный, потому что я и там только приехал, почему это самое. Меня там избрали, этим, КПСС избрали. Через несколько времени меня уже, значит, Афилыки МТС, это я про Гусевский МТС говорю, меня избрали секретарем. То комсомольской организации сразу избрали, то партийным секретарем. Сколько лет я там работал. Что за, не знаю, сюда приехал, в Скалу. Первый год приехал, на второй год меня избирали секретарем по организации. А вот скажите, как отдыхало? Вот работали, работали, говорили, все с энтузиазмом работали. А вот как была налажена культурно-массовая работа на предприятии? Как отдыхала молодежь? Как вообще коллектив отдыхал? Ну как, значит, художественная самодеятельность у нас не была, но наши ребята участвовали в художественной самодеятельности УДК. участвовали как-то этим, от культуры жизни не отходили. А что-то Иван Анатольевич, наверное, подзабыл. А ведь хор-то был при сельхозтехнике свой. И он участвовал даже в конкурсе хоров Колыванского района. Что-то я, видите, я уже маленько когда-то здесь стал отходить от комсомольцев. И я помню, как сельхозтехника активно участвовала в спортивных, во всех спортивных мероприятиях. Особенно, значит, вот, как говорится, в летнее время, почему-то были все время эти, как они назывались, физкультурные дни или еще. Мы всегда же занимали первое место. Я сам бегал в стометровку, обогнал их покойника этого, Ничогина, около двух метров, и этого, Соломина Николая. А у меня-то метр шестьдесят, и я их обогнал на стометровке. И все. А в каком возрасте обогнался-то уже? Ну, какой это год был. Ну, наверное, лет под пятьдесят был. Я помню, как Иван Антонович очень ответственно подошел к выполнению поручения, которое ему дали, и которое он делал вешки для... И сделал их колышки эти, и покрасил их в синий цвет. Это у меня сейчас стоит перед глазами. Когда мы проводили спортивные мероприятия на берегу, и кичал. А, ну, я тоже участвовал. Да. Я в городке обыграл Ничогина, полный покойник. У меня же была такая... Я все время почему-то с народом, я не пойму, что... И что меня, значит, толкает... А вот скажите, пожалуйста, вы сказали... Да, я председателем комиссии была эта самая избирательная комиссия. Сколько раз был... Да, вы были активным депутатом, очень активным депутатом. И при Ноздрюхине Викторе Михайловича я был председателем комиссии. Сколько раз избирательная комиссия была, но не знаю, почему сам. Иван Антонович, вы сказали, что в Скале строились новые улицы. 60 лет, 40 лет победы. Весенняя, молодежная улица. Патрулилась при сельхотехнике. А как сам механизм распределения квартир? Люди долго ли стояли в очереди? Ведь в Скалу много приехало людей извне. Квартир было мало. Когда я сюда приехал, квартир было вообще мало. С квартирами очень было тяжело. Я сразу тоже приехал на квартире и жил. Потом уже. А как? Писали заявление. И ставили на очередь. А долго ли ждали получить эту квартиру? Да вы что ждали? Здесь пошла сразу стройка такая, что это когда Кантерев приехал, собрал, это был директор совхоза Колыванский. Ой, Колыванский, Боярский. Колыванский совхоз, правильно. Село Боярка, совхоз Колыванский. Он сразу собрал людей, коллектив и сказал, что будем строиться. Если не строиться, не жить, говорит, потому что рабочих нам надо. Он как-то организовал и областное управление его поддержало, выдали фонды и пошла стройка. Не то, что там один дом, а сразу закладывали несколько штук и целое лето строили. И к осени уже готовы квартиры были. И тогда народ пошел на работу. Рабочие-то требовались работать, а квартир нет и народ-то не шел, негде жить. А как вот это вот пошла стройка? Ну, каких-то, ну, пятилетка, сам много, и все настроили. И все эту всю территорию заасфальтировали. Помню, приезжал однажды, до этого приезжал начальник управления областной, приезжал. Приехал, значит, вылез из машины из легковушки и дальше не пошел. Потому что он в туфлях приехал, а там грязище не пройти. А потом все заасфальтировали, стали старые помещения реконструировать, значит, расширять. Ну, вот я хочу сказать две справки, Иван Анатонович. Значит, скала в 78-м году насчитывала 900 человек жителей всего. Уже начиная в 83-м году, к середине 85-го года в скале было 1800 человек. 1500, потом 1800. Увеличение произошло в два раза. За счет чего? Опять мы вернемся к постановлению, к мартовскому постановлению ЦК КПСС 65-го года. Когда пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос сельского хозяйства. Было принято решение о развитии сельского хозяйства. И вот тогда, где-то в середине 70-х годов, я был живым свидетелем. Выделили миллион рублей, миллион рублей на развитие сельхозтехники. Бюро райкомопартии, я присутствовал в этом бюро райкомопартии, я был тогда молодым еще. Значит, обсуждали, где же его строить сельхозтехнику, где его развивать. Если перевести рабочих рук в колывание достаточно, но нет производственной базы, надо строить производственную базу. Если вложить деньги в развитие производственной базы в скале, значит нет рабочих рук. И тогда, после некоторого обсуждения, пришли к мнению, что лучше всего оставить ее в скале. Там, где есть какая-то маленькая, но производственная база. И деньги направить и на производственную базу, и на жилье. И вот тогда, как сказал Иван Антонович, когда пришел Кантеров на работу из Колыванского совхоза в сельхозтехнику, в Скалинскую, началось грандиозное строительство. Очереди на квартиры практически не было. Приезжала семья молодая, ведь поехали молодые люди, поехала молодая семья. Я приезжаю, иди выбирай квартиру. Вот какую ты выберешь квартиру, там и будешь жить. Хочешь, участвуй в ее строительстве в дальнейшем. Дом уже строится, квартира строится. Но ты принимай участие, пусть строится под твоим контролем. Тебе дальше жить. Если я с 51-го, 83-го, это... Да, вот считай... 30 с небольшим лет. Ну. Так, хорошо. А как вы квартиру получили? Ждали вы долго, не ждали ее? Я вообще даже, я получил сначала на горе, а потом женщины говорят, что пиши заявление, я написал далее. Ну, на горе это в двухэтажных домах? Да. В двухэтажных домах? Да. А потом на земле получили? Ну, двухкомнатная у меня там была. У меня сын рос. А там долго ждали квартиру получить, чтобы там квартиру? Нет. А я что, весной устроился, осенью я квартиру получил. Вот так быстро, да? Да. А эту квартиру тоже не ждали? А эту я и не собирался, а потом сказали, я получил еще. Дали. То есть даже инициатива не от самого проходила? А мне женщины сказали, пиши заявление на квартиру. Я напишал еще, дали квартиру. Ну, вот видишь, как было. Короче, все у меня получается. За два года две квартиры. Вот так было, я был живым свидетелем вот этого. Значит, и когда молодая семья, приехали же молодые, это естественный, дальше пришел процесс. У них начали рождаться дети. А куда девать детей? И тогда руководители, уже управляющим, работал после Кантерова, Панов Василий Алексеевич, приняли, мудрое решение приняли. Нужно построить детский садик. И порядок-то был строительства не такой, как сейчас. Сейчас нужно сто согласований пройти, подписи заручиться всяким. Они приняли решение строить его способом. Моментально был построен новый красавец детский сад. И заполнили его весь. И люди освободились и пошли на работу мамы. Вот так было. Так было, Иван Антонович. Да, вот характерно, вот как раз, Николай Николаевич, вы про это вот, про молодежь-то сказали. Я вспомнил характерный пример. Это уже очевидно. Сказали, значит, молодая семья, этот, Данкаев, Сергей, они только свадьбу сыграли. Его в армию взяли, вот, приезжает в отпуск, когда в армию был, в отпуск приехал. Значит, жить-то негде будет, он же придет из армии, молодая семья, написал заявление на квартиру. Это уже, я очевидцем был. Пришел из армии, ему сразу предоставили квартиру. Сразу предоставили, а? Вот какое отношение было к людям. И к молодежи в частности. И к молодежи в частности. Одновременно, я хочу сказать, одновременно в скале буро началось строительство. И он устроился, и продолжилось колхоз, путь к коммунизму устроил. Улицу лесную, улицу учительскую. Новенькую школу. В 1982 году сдали новенькую школу, среднюю школу. Нефтебаза начала строить. А клуб, доказы тоже в это время построили? Вот так развивалась скала в то время. И когда сегодня говорят, что это было неэффективно, что в селе это все наговоры, и что был застой, это застой получился у них там, в мозгах где-то. А село развивалось. И сегодня скала является одним из лучших сел Колыванского нашего района. Каждый внес свою лепту, каждый управляющий сельхозтехники, и нефтебаза, руководитель. Особенно большую лепту внес и Дружинин, родоначальник нефтебазы, и Дмитрий Степан Павлович, который заасфальтировал улицу, дорогу от трассы Колывань-Пехтовка до реки Чаус, где у них стояли баржи по приему горючего. Вот до этого места все сделано было. А ведь по этой дороге невозможно было проехать. Там машины буксовали, летом, грязь была. А улица, что из себя представляла улица Чехова у нас? Вот Иван Антонович говорит, что гнетущее, мрачное настроение. А когда я впервые увидел скалу, у меня было принято сразу в сознании, что я никогда в жизни не преду жить в скалу. А скала, это родина всех моих предков. С первого дня основания скалы, мои предки жили в скале. И у меня такое. Почему? Да потому что когда я пошел к родственникам в центр скалы, вот от остановки, по улице в июне месяце, нельзя было пройти. Да, почему? Везде дорога была, везде сухо было. Уже даже в той же Панамалевке, где мы жили, в болоте в этом, уже дороги были сухие. А в скале, вот улица Чехова, центральная улица, это была корыта, наполненная жижей. И эта жижа не высыхала, я не знаю, когда она у них тут высыхала. Да вот так, только с трассы сойдешь, и вот начинается. По мосту нельзя было пройти, грязь была такая. И вот, когда прошел мартовский пленум, вот в 65-е годы, когда выделили деньги, когда партия сказала, что нужно на деревню обращать внимание, вот начались преобразования, резкие преобразования в деревне. На Чехова положили, значит, плиты, подняли улицу. Конечно, это не стало тоже красить. Дома оказались немного в низине, как бы, получились. Ну что ж, чем-то надо жертвовать. Но зато сегодня, я же говорю, село Скала, одно из красивейших сел нашего Калаванского района. И каждый руководитель, каждый, кто был причастен, вносил лепту в улучшение скалы. Это сделано не сегодняшним днем, как трактуют некоторые горячие головы. Вот в клубе проходило у нас 295-летие, и было не совсем приятно слушать, какую скала преобразилась в последние годы. И великая заслуга отдельных личностей нет. И нет. Это внес каждый, кто когда-то работал здесь. Это он работал над улучшением скалы. В том числе и вот мой собеседник Иван Тунтигеляев, который руководил партийной организацией сельхозтехники, и которая молодежь жила активно и бурно жила здесь. И художественная самодеятельность была развита. А какие праздники мы проводили в скале в марте месяце на краю деревни, улицы Макарова. Это же тогда собиралось все село. Все предприятия, РТП, сельхозтехника, колхоз, школа. Ну, все собирались там. Это был настоящий момент в марте месяце. Это были соревнования, лыжные соревнования. Я уже на пенсии был, когда у меня даже фотокарточки у меня есть. Когда вот зима... Ну да, в марте месяце зима уже была, еще снег был. Да, мы специально подбирали конец зимы, чтобы было тепло, солнце пригрело, и чтобы народ не мерз. Я еще хотел сказать. Потому что правительство у нас на сельское хозяйство, как говорится, внимание обращало. Это где-то были года 60-е. Этих специалистов не хватало. Директоров этих хозяйств, колхозов не было таких еще грамотных. Так давали даже из производства, направляли в колхозы и совхозы. Вот я знаю, в одном колхозе у нас, в Шигарском районе было. Прислали и государство. Он получал колхозные деньги, что ему положено. Ему доплата шла из государства. Для того, чтобы как-то сельское хозяйство поднять. И она свою роль сыграла. Некоторые, правда, они не прижили, все эти председатели, а некоторые прижились и отлично руководили. Иван Анатольевич, что бы Вы пожелали будущей молодежи? Я бы что пожелал? Прийти к социализму. Вот я что пожелал. И молодежи, и всему народу. Сейчас народ-то уже нос-то опустил. А так-то работы-то нет. Это разве было такое, чтобы из скалы ездили в город работать, а пельмени лепить? Спасибо, Иван Анатольевич. Собеседником у нас был Геляев Иван Анатольевич, 1928 года рождения, 92-й год ему идет. Я, например, под последним пленом почитал Зюганова. Это какое молочина, а какое он все это видит, все правильно говорит. Ведь говорит, что давайте правительство народного доверия. Ну, там все правильно написано. Но невозможно. Тогда жили, если все снижение цен шло, снижение, особенно прибрежневое. Снижение цен. А сейчас, как придешь в магазин, сегодня такая цена была у рыбы. Завтра придешь, уже другая. Жена спрашивает, приду из магазина. Это почем? А я говорю, откуда знаю? Вчера была такая цена, сегодня такая. Мы цены вообще не знаем, какие. Вообще не знаем, какие. Идем в магазин, и цену ни одного предмета, вот, например, я не знаю, потому что они меняются, нас не спрашивают. Сезон начался, значит, заготовка ягод. Все, цены раз, у сахара поднялись. Пасха подходит, цены на яйца раз, поднялись. Была такая цена, завтра пришел Пасха, уже цены поднялись. Телевизор, я уж хотел из Зюганова написать письмо. Ну, что такое? Это уж бедно Украину, уже все перевернули. Ну, первый канал Украина, Россия один, Украина, НТВ Украина, там, значит, другие каналы, где-то Савельев, Соловьев тоже Украина, да сколько ее можно трясти, эту Украину? Ну, вы посмотрите, что у нас творится. Посмотрите, вы посмотрите. Ну, наверное, хотят, чтобы мы владели информацией международной, в смысле слова. Так же нельзя уже, что он там не видит, что этот Путин, что творится-то, что он не может сдать? Уже нельзя телевизор включить, все Украина. Кто был, Порошенко плохой, теперь Зеленский стал плохой, уже никуда не годный стал, начали его. Уж такие стоят там умницы, так прямо, я этого Михеева, этого политолога, уже смотреть на его не могу. Ну, Иван Антонович. Ну, что, не так, что ли? Ну, молодец, в 92 года-то вот так рассуждать, это не каждый может, Иван Антонович. Я говорю, это, уж кого кого это, я говорю, Михеева, так смотреть на его не могу, на его. И все, значит, сидят там, деньги-то идут, они критикуют, уж такие все умные, прямо, решают за Украину. Что нам решать? Хорошо, Иван Антонович, спасибо, дорогой. Огромное спасибо.